Приветствую вас Ирина и в первую очередь хотел бы выразить радость по поводу того, что видео, которые я записывал вам, они помогают. Вы пишите, что согласны, что принимают определенные положения, определенные позиции во внимании, и это очень хорошо, то, что вы делаете. Я, со своей стороны, дальше попытаюсь ответить на вопросы, но на вопросы не на все, точнее даже не так сказать, не только на вопросы, которые вы непосредственно задали, но и на те моменты, которые просто у вас показались мне достойными того, чтобы их разобрать. К слову сказать, таких моментов не очень много, и я, ну, не ставлю своей целью, да, снимать у вас время, много, личное время на то, чтобы слушать, например, о том, что вам, в принципе, неинтересно. Такое введение я посчитал необходимым, чтобы, ну, как бы, такую прослойку, чтобы не сразу начинать, собственно говоря, проработку материала. Итак, первое, о чем вы пишете, это недоумение по поводу поведения отца. Вот почему ваш папа, будучи человеком добрым, человеком, который любит других людей, почему он помогает им, и при этом не помогает, не помогал вам, когда это было нужно. Почему вот, например, он до сих пор помогает женщине, которая у него была после вашей матери, но при этом вам он не помогал, когда это было нужно, и не ощущал настолько, насколько, опять-таки, это было нужно. Вот у вас есть недоумение по поводу этого, и я, наверное, понимаю, почему это недоумение, потому что, с одной стороны, ну, вот, непонятно, да, вот человек вроде бы не злой, вроде бы помогает, но в то же время положиться на него нельзя до конца. И вот, как-то вот непонятно, почему так происходит. И ответом на этот вопрос будет то, что ваш отец, как вот человек, как личность, да, ну, выбрал способ, средство реализации самого себя через значимость для других людей. То есть, вот, ваша мама, она тоже нуждалась в значимости и нуждается, но она, как бы, делает это эгоцентрично. Она не растворяется в людях, а она стремится к тому, чтобы люди ей восхищались. А ваш отец, наоборот, он стремится в людях, как бы, раствориться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова